Скоро обгоним Узбекистан и Россию. Чем удивляет Таджикистан? Подписывайтесь на обновление и точно выйдете в курсе всего самого интересного. Уровень бедности в Таджикистане снизился с 31% в 2019 году до 19,5% в 2022 году, заявил министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизада накануне, 17 июля, в Нью-Йорке на форуме высокого уровня по устойчивому развитию на тему предоставления возможности проведения саммита по целям устойчивого развития. Он отметил, что доходы населения за последние пять лет увеличились в два раза, а среднегодовой экономический рост обеспечен на уровне 7,3%. Министр связал эти достижения с проведением экономических реформ и реализацией государственных программ и планов антикризисных мероприятий. Напомним, президент Таджикистана Имамари Рахмон во время своего последнего послания 23 декабря 2022 года сказал, что уровень бедности в Таджикистане с 27,5% в 2018 году снизился до 22,5% в 2022 году. Между чем в других странах ближнего зарубежья со схожим с Таджикистаном социально-экономическими условиями, уровень бедности за последние сложные годы наоборот значительно вырос. По данным Евразийского банка развития, уровень бедности в Армении к началу 2022 года достиг 26,5%, а в Кыргызстане 33,3%. До начала пандемии данный показатель в Армении составлял 23,5%, а в Кыргызстане 20%. В России, который является основным местом трудоустройства таджикских мигрантов, уровень бедности к началу 2022 года составлял 11%, а в соседнем Узбекистане 17%. Руководство Минтруда Таджикистана в феврале этого года на пресс-конференции в Душанбе сообщило, что средняя зарплата по республике на начало этого года составила 1730 самани – 166 долларов. Она повысилась на 30,5% или на 205 самани по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Для сравнения, в бедствующей Армении средняя зарплата на начало текущего года по официальным данным составляла свыше 235 тысяч драмов, то есть 605 долларов, а в Кыргызстане около 27 тысяч сомов, то есть 310 долларов. И с одной стороны, получается, что зарплаты в Таджикистане растут, уровень бедности снижается, но всё равно размер заработных плат остаётся самым минимальным в регионе, меньше, чем у наших соседей, и уровень жизни населения намного ниже, чем у наших соседей. Но при этом власти Таджикистана, не стесняясь на весь мир, рассказывают о том, что развитие идёт, хвастаются ростом ВВП, несмотря на то, что в мире сейчас очень сложная ситуация, и делают вид, что всё прекрасно и мы развиваемся, но при этом население никак не чувствует облегчения жизни в своей же стране. А как вы это на себе ощущаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом всё. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.